Итак, друзья, сейчас хочу показать одну штучку, которая в большинстве случаев, думаю, никому не нужна, но может кому-то все-таки пригодится. Меня на самом деле подкупило то, что в российском магазине Ашан эта штука стоит 166 рублей, ну и представляет из себя светильник, который вроде как должен к всему клеиться, и одновременно он и светильник, и он сам себе выключатель, судя по дизайну. Сейчас мы это проверим, но если что, 160 рублей выкинул, значит зря. Сейчас узнаем. Ага, вот они магнитики обещаны, то есть он реально к железке может приклеиваться. Вот он выключатель, то что я говорил, что он сам себе выключатель. Ну и работает он у нас от батареечек, 4 штучки, и вот нам двухсторонний скотч дали. Если у нас нет магнитов, можно приклеить на двухсторонний скотч. Вот сюда вот вставляем, и он будет приклеиваться. Ну, само собой, его надо использовать с аккумуляторами, я думаю. Ну или кто-то, если работает на батареечной фабрике, ну можно тогда и батарейками его питать. Хотя на самом деле, если берем 4 штучки по 1,2 и считаем, получаем, что можно его подключить к блоку питания от сотового телефона 5-вольтового, думаю, он тоже должен работать, но это не точно, это только пока скорее всего. Сейчас делаю то, что нельзя ни в коем случае, но уж простите, совмещаю аккумулятор с тремя батарейками, потому что аккумуляторы у меня ушли в мышку к детям. Батарейки, опять же, тоже не все в наличии, поэтому будем делать так. И не горит. О, зажегся. Ох ты ж, как ярко-то. Так, подожди, кажется, я... Нет? Нет, что-то я не догоняю. Или он у нас химкосной? Вот у нас, допустим, висит. Нет? Как ты включаешься-то? Раз, два, три. Загорелся. Выключили. Включили. Раз, два, три. Фиг тебе. Хорошо, выключили. Раз, два, три, четыре. Фиг тебе. Ага. Ему разогреться надо было. Теперь он у нас включается и выключается очень просто. То есть просто, и он загорелся. Но яркость, конечно, капец. Прямо как у моего прожектора. Офигенно. И за 160 рублей я их брал намного дороже. Ну, как-то вот. Соответственно, можно к любой железяке его приклеить. Только найти в железяку. Блин. Ну, ладно, к ножницам приклею. Вот. И оно висит. Так что, такая приблуденция. Но внутри, я думаю, ничего особенного. Хотя, конечно, рвусь проверить. Наверное, и проверим. Что просто так простаивать? Глянем, что у него внутри. Сейчас отверточку найду. И сейчас мы его вскроем. Какую я отвертку купил. Чтобы вы видели, что я делаю. А то все время некоторые ругались. Типа, вот, разбираюсь так, что ни хрена не видно. Вот, пожалуйста. Спешл фо ю, как говорится. Так, сейчас, по-моему, включил. Не надо загораться. Не надо. И сюда приклеиваться не надо. Последний шурупчик. Кстати, качество пластика, по-моему, на глазок неплохое. По крайней мере, за 160 лучшего качества, наверное, и не будет. Йоперный бабай, а как оно работает? А-а-а. Понятно. То есть, простота, залог здоровья. То есть, эту панельку реально можно просто отпаять. Подключить к ней 5 вольт. И все. И использовать как светильник. Ну что, хорошо. Что могу сказать? Только одно. Ха-ра-шо. Только бы она не поломалась при сборке. Вот эти меня прикалывают китайские гаджеты. Все, работает. Что иногда разобрал-собрал, все, готов. Будет ли этот механизм долговечный, я не знаю. Но механизм вы, в принципе, видели. Так что, теперь можете сами об этом подумать. Там все просто. Китайский гений, так сказать. Хотя, на самом деле, многие вещи тырены еще у наших СССРовских гениев. Но это мы все промолчим. Не будем себя показывать ворчливыми дедуськами. Клешка вроде и появилась. Она пока еще не дедуська, надеюсь. Хотя бороду отрастил. Блин, пора сбривать. А то точно на деда похож становлюсь. Ничего, весна придет, сбрею. Все. Работает. Не сломал. Яркость звездолетная. Можно клеить на магнитик. Можно вешать на шурупчик, кстати. Очень даже удобно. То есть, раз вариант, два варианта, три варианта. Три варианта крепления. Все. Всем пока. Это была вот такая вот демка вот этого светильника. Встроенного в выключатель. Всем пока. Удачи и до свидос. Это был Латуха. Надеюсь на подписку. Ну и тра-ля-ля. И колокольчик главное.